Ореса. Надежная и безопасная техника для вашего дома. Ореса. Профессиональный подход. Партнер показа – Рестабар «Белый Лис». Город Могилев, улица Первомайская, 31А. Друзья, всем привет! Это новый выпуск проекта «Готовь как шеф». Меня зовут Евгений Жаворонков. И если сегодня вы купили тунца и не знаете, что с ним делать, я вам подскажу. Оставайтесь с нами. Благодарю партнера выпуска, генерального партнера – компанию Ореса за предоставление возможности делать эти выпуски для вас. И нашего партнера – Рестабар «Белый Лис» за предоставление локаций и продукты. В сегодняшнем выпуске мы будем готовить стейк из филе желтоперного тунца на гриле с, не удивляйтесь, фруктовым салатом. На самом деле это очень вкусно и понятно. Также нам в этом помогать будет новый агрегат от нашего генерального партнера – компания Ореса. Это двухсторонний гриль. Особенность этого гриля заключается в том, что он раскладывается на 180 градусов, тем самым позволяя иметь сразу две жарочные поверхности. Вот здесь вот есть такая небольшая кнопочка в правом углу, которая позволяет разложить гриль на 180. Посмотрите, друзья, насколько это удобно и практично. С одной стороны можно готовить овощи либо мясо, на второй – рыбу, тем самым ускорив процесс приготовления. Также его можно использовать как прижимной гриль, чем, в принципе, мы сегодня и будем заниматься. Стейк мы будем запечатывать в прижимном гриле. Итак, давайте перейдем к списку продуктов, которые нам понадобятся для сегодняшнего блюда. Итак, как я и говорил, у нас есть филе тунца. Дальше у нас идет жареный белый кунжут, орехи, грецкий миндаль, рукола, салат, розмарин. Здесь у меня мандарины, грейпфрут, лайм и авокадо. Авокадо, кстати, тоже фрукт для тех, кто не знал. Далее, здесь у меня стружка бонита, кунжутное масло и имбирь. Тунцам мы будем предварительно мариновать. Давайте займемся этим сразу. Нам для маринада понадобится соль. Обваливаем с двух сторон. Черный молотый перец. И кунжутное масло. Вот так поливаем и растираем. Мариноват стейк мы будем приблизительно минуток 10, поэтому сейчас мы его отставляем в сторону и переходим к подготовке нашего фруктового салата. Сразу возьмем тарелочку, на которую будем выкладывать блюдо. Итак, значит, вниз мы выкладываем, здесь также у меня есть розмарин. Розмарин частичку мы отправим в маринад к тунцу. Вот так вот положим сверху, чтобы он немножко впитал в себя ароматы. Начинающие кулинары полагают, что к тунцу очень сложно подобрать вкусовое сочетание. На самом деле, тунец очень хорошо взаимодействует с большой группой продуктов. Это как и орехи, также и крупы, овощи, включая лук, чеснок. И также к нему очень много можно подобрать разновидностей соуса, начиная от айоли, заканчивая соусами на кокосовых сливках. Кокосовые сливки и соусы, которые базируются на них, очень хорошо дополняют вкус тунца. Некоторые рестораны высокого премиального уровня, которые завозят туши тунца и разделывают у себя их в ресторанах, предлагают просто стейк, просто татаки из тунца. И сегодня мы даже поговорим немножко о видах прожарки тунца. У него тоже есть свои особенности. Первое, что не рекомендую никому делать, это передерживать тунца. Передержанный тунец всегда становится жестким, тем самым теряется его нежность и сочность. Ну а что касаемо нашего салата, мы будем делать смесь из рукколы и свежих листьев, поэтому их можно сразу выкладывать на тарелку. В сборке салатов, мне кажется, вообще нету ничего сложного, казалось бы, да? Но здесь очень важно подобрать правильный купаж ингредиентов, чтобы вкусы дополняли друг друга, а не перебивали. Поэтому горькую рукколу мы смягчаем зелеными листьями салата, потому что на вкус они нежнее и слаще. Затем мандарины. Мандарины, так как у нас зима, мандарин это сезонный фрукт, это даже не мандарин у меня, у меня это клементин, который без семечек. Он очень сладкий, очень ярко выраженный по вкусу, отдает ярким цитрусовым, и у клементина не такое навязчивое послевкусие, как у апельсина. Поэтому в наш салат мы будем добавлять именно клементин. Теперь нам необходимо почистить авокадо. Затем очищаем авокадо от кожуры. Авокадо мы будем обжаривать, поэтому разогреваем прижимной гриль. Авокадо посыпаем солью, черным молотым перцем. И теперь мы его будем отправлять жарить на гриле. Друзья, для тех, кто еще до сих пор не разгадал вкус авокадо, попробуйте его посолить, поперчить, добавить немножко сока лимона и попробовать этот фрукт заново. Переходим к жарке. Выкладываем авокадо на прижимной гриль. Сбрызнем его немножко оливковым маслом. И прижмем. Партнер показа – компания «Ареса». Надежная и безопасная техника для вашего дома. «Ареса» – профессиональный подход. Теперь аккуратно достаем авокадо с гриля и нарезаем его на слайсы. Теперь перейдем к следующему ингредиенту – это грейпфрут. Грейпфрут, пожалуй, один из моих самых любимых цитрусовых фруктов. Поэтому сейчас мы его очистим. Нам необходимо снять филе. Либо же чистые сегменты без кожуры. Сегменты снимаются очень просто. Вот такими вот надрезами. Грейпфрут на самом деле очень хорошо сочетается как с мясом, так и с рыбой. Выкладываем чистые сегменты грейпфрута в наш салат. И теперь у нас остались еще орехи. Орехи также дополняют пищевую ценность самого блюда. Их надо совсем немножко. Вот буквально два миндаля и один орешек грецкого. Так как орехи очень калорийные. А в салате уже присутствует авокадо, которое также калорийно. Измельчаем миндаль. Также, если у вас дома есть миндальные хлопья, их можно обжарить либо в духовке, либо на сковороде. И также добавить в салат. Добавляем микс орехов. Салат практически готов. Нам его осталось заправить. Я буду использовать сок лайма. Можно использовать также сок лимона. И завершаем салат оливковым маслом. Теперь, когда салат готов, переходим к обжарке тунца. Он замариновался. Гриль разогрелся. Отправляем замаринованный стейк тунца на обжарку. Жарить будем его полторы минуты и не больше. Прошло полторы минуты. В тунце важно сохранить такую же полоску, как в стейке медиум. Видите, вот она сверху запечатана. И середина у тунца. Она будет теплая, но она должна оставаться ярко-красной. Аккуратно снимаем его и перекладываем в кунжут. Затем разрезаем стейк на две части. Выкладываем половинки друг на друга. И добавляем к салату. Сверху я выложу стружку банито. Стружка банито это тот же тунец, только высушенный. Стружка банито в сочетании с тунцом и кунжутом продлевает вкус свежего филе тунца. И оставляет приятное послевкусие. Также в этом деле нельзя обойтись без имбиря. Японские гарниры, такие как васаби, имбирь, зачастую в Японии подаются к таким блюдам. У нас, конечно, не совсем японское блюдо. Но по традиции я добавлю к этому блюду немножко имбиря маринованного. Можно будет попробовать поиграться со вкусами. Ну и заодно очистить рецепторы. Имбирь очень хорошо чистит рецепторы. Ну и, конечно же, по европейской традиции добавим веточку розмарина на стейк-филе из тунца. Друзья, блюдо готово. Оно очень простое, очень вкусное, очень быстрое и очень питательное. Повторяйте рецепт дома. Смотрите все выпуски проекта Готовь как шеф на нашем YouTube-канале и группе ВКонтакте. Увидимся в следующем выпуске с новым рецептом. Приятного аппетита и до встречи в Белом Лисе. Ореса – надежная и безопасная техника для вашего дома. Ореса – профессиональный подход. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова